МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧВШ и программа Дерево дружбы. Точнее, можно сказать, что это специальный ее выпуск, посвященный первому в историю ЧВШ-Съезду народов. Именно там состоялся очень важный предметный разговор о том, как живется представителям различных национальностей, этнических групп, конфессий на территории нашей республики и о том, как мы все будем жить дальше. Хороший получился разговор. Не монолог и не диалог, а полилог. Полилог – слово редкое, как и явление. Услышать в хоре каждый голос может только очень чуткое музыкальное ухо. А услышать в общем разговоре каждого может только очень открытое, доброжелательное сердце. Мне понравилась эта национальность ЧВШ. Они тоже, как мы, дружелюбные. Тут очень красиво и погода хорошая. И народ такой хороший. Очень прям. Так думают не только студенты из Туркменистана, но и представители разных российских республик, стран ближнего и дальнего зарубежья, проживающих в Чуваше. Всего 128 народностей и 8 этнических групп. Исторически сложилось так, что территория современной Чувашии населялась четырьмя народами. Чувашими, русскими, татарами и мордвой. Точнее, эрзя. А с ними прекрасно уживались морейцы, башкиры, удмурты, евреи, грузины, поляки. Конечно, их было меньше, чем сейчас, но ведь были. И это свидетельствует о дружелюбии и гостеприимстве коренных народов. В первые годы советской власти во вновь образованную Чувашскую автономную область один за другим стали приезжать по распределению выпускники вузов из столицы и других регионов, специалисты и партийные работники с семьями. Нередко заглядывали революционные деятели из разных стран. Но по-настоящему великое переселение началось с приходом беды. С 1941 по 1945 население только Чебоксар увеличилось в четыре раза за счет эвакуированных из прифронтовых областей, рабочих, приехавших из сельской местности и из других, более пострадавших от войны, голодных регионов. В Чувашии было спокойно. Местные жители действительно делились последним куском хлеба. А приезжие охотно отдавали все, что имели – знания и опыт. Трудное время было, конечно. Голодно, холодно. Я даже от голода однажды текла, распухла все. Но вот эти вот люди, которые приехали, привезли этот завод, Хернс, это были прекрасные люди. Даже трудно говорить. Не дали погибнуть. Для нас это были наши и папа, и мама. И все тут было. Какие они были внимательные, какие они были добрые. Вот. Сейчас не такой народ. Не такой. Вот. Сами-то аскеты, сами не обустроенные. Две-три семьи живут в одной комнате, да? А с нами вот так вот обращались. Опекали нас очень. И мы учились не на словах, а на примерах учились быть людьми. Мне кажется, получилось что-то. После военных годов в Чувашии, как и во всей стране, началось небывалое строительство. Строились заводы и фабрики, школы и больницы, жилье и дороги. И везде были нужны квалифицированные специалисты. Армяне, азербайджанцы, грузины, прибалты, народы севера. Семья жителей Чувашии становилась все более многонациональной. Надо сказать, большинство приезжих остались здесь даже после развала СССР. Сегодня, по их мнению, пришла пора вспомнить об этих периодах нашей истории, повторить раз и навсегда выученный урок. Это нужно. Сегодня, вы сами знаете, давление из Запада, давление из-за океана, будем говорить, с Одинной штатами Америки. Сегодня всегда оно было и во время царской России, и Советский Союз, и современной России. Мы всегда побеждали, невзирая национальности, воспеводения. Мы всегда побеждали врага и недоброжелателей. Поэтому мы должны всегда показать всем мире, что мы живем дружно, прекрасно, комфортно. Нам делить ничего. У нас есть Родина, это Россия. На первом в истории Республике съезде народов Чувашии говорили о том, что скрепляет любые отношения лучше всего. Об общем прошлом. Слишком много произошло за слишком короткий промежуток времени. С лица земли исчезла огромная страна. Появилось множество новых. Поменялся общественно-политический строй. Нам надо заново учиться выстраивать отношения друг с другом, опираясь на собственную память. Она, как правило, хранит лучшие моменты. Когда меня назначали в Чувашию, мне сказали, зачем ты туда соглашаешься. В Чувашии стала республика. А я сказал, иди именно, я должен быть и там, где и плохо. Ну, время пройдет и будет хорошо, и в Чувашии. И вот я сейчас вижу, что действительно Чувашия другая совсем стала. А народ Чуваший. Я очень полюбил, и они полюбили. Я сам русский. Поэтому я уже, будем говорить, я Чувашин уже, потому что столько лет я здесь. У народов, проживающих на одной территории, всегда есть объединяющее начало – любовь к общему дому. В Чувашии мы действительно живем, как одна семья. Наша уникальная культура, соединившая достижения многих народов, несет в себе философию добра и созидания, уважения к людям разных конфессий и национальностей. Сегодня Чувашия объединяет представителей 128 национальностей, 8 этнических групп и 14 конфессий. Многие годы в регионе сохраняется социальная стабильность. В ее основе – многонациональное единство, дружба народов и патриотизм. Мы бережно относимся к культурному наследию наших предков и с поколения в поколение передаем народные традиции. Сердечно благодарю представителей всех народов, проживающих на территории Чувашии. За ваши уважительные отношения к друг другу, за бережное отношение к миру и согласию в нашей республике. Национальный вопрос – один из самых острых. Он может стать созидательным началом, а может превратиться в камень преткновения. Здесь достаточно просторы и для научно-культурных исследований, и для политических спекуляций. Россия, как одна из самых многонациональных стран мира, знакома со всеми проявлениями полиэтничности. Процесс глобализации, охвативший всех стран мира, создает противоречивую ситуацию. С одной стороны, открываются невиданные до сих пор коммуникативные возможности. Спутниковое телевидение и интернет создают колоссальные перспективы для развития межнациональных связей и культурного сотрудничества. Но в то же время глобализация зачастую ведет к нивелированию национальных особенностей, насаждению чуждых культурных стереотипов, агрессивности и нетерпимости. Муфтий напомнил – Бог создал народы разными, чтобы они познали друг друга и соревновались между собой в добре. Чуваши уверены – так оно и есть. И давно уже научились выходить из любых положений, призывая на помощь юмор и смекалку. Лет 25 тому назад случилась татарская-чувашская свадьба. Племянница полюбила Карабай-Шабашинскую Чувашину Валеру, решили пожениться. Ну и вот, в дом невесты пришли свататься из деревни Карабай-Шабаши. Самое главное, свахи пришли в дом невесты. Их новоизвещенные татарские свадья встретили. Пригласили за стол. На одной стороне усеялись свахи Чабашсе, на другой стороне свадья Тутар-Мишасен. Но нет контакта, чего-то не клеится. Мой дядя, поняв что-то неладное, позвал меня в сторонку и говорит, ты клубный работник, давай, выведи нас с этого неудобного положения, помоги. Долго не думал, я вышел в зал. Тогда еще я и сейчас, больным бокалом не владею. Я говорю, ИНГЕЗЕМ, ЧУВАШСЕМ, ПИЧИЗЕМ, ХАМАШИНЗЕМ, ТЫДАШ ЧЕКИЗЕНИ. И ПУШКЛАРЫМ. После этих песен, вот так вы расслабились, и мои докладстены все расслабились. Слава Богу, 25 лет, великолепная семья. Согласитесь, такие примеры очень красочно иллюстрируют многовековую историю добрососедства и в наших силах украсить дальнейшее повествование еще более яркими картинками. Именно поэтому делегаты съезда единогласно проголосовали за создание Ассамблеи народов Чувашия, нового общественного института, призванного развивать и укреплять межнациональное единство и культурное строительство в республике. Председателем Совета Ассамблеи избран Лев Кураков. Он сразу обозначил круг задач, к решению которых присоединится Ассамблея. Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования национальной политики, вопросы развития духовности и нравственности, укрепления российской государственности на основе национальной идеи, великие силы, объединяющие все народы России, Идея создания Ассамблеи пришлась по душе национально-культурным объединениям, а их на территории Чувашии действует 34. У кого-то, например, у татар несколько центров, у кого-то один, и совсем небольшой, как у немцев. На диаспоры и вообще на национальную культуру нужно обратить особое внимание. Особенно, вот, например, многие диаспоры, они не имеют какого-то своего компактного проживания. Вот мы находимся в Чувашской республике, и мы живем дисперсно. У немцев, как известно, ну, с определенных времен нет своей республики, нет определенного компактного места, и поэтому в одиночку очень трудно решать какие-то проблемы. Вот, и мы хотим, как бы, объединиться для того, чтобы друг другу помогать. Есть более сильные центры, наполненные человеческими ресурсами, поскольку больше людей, представителей этой диаспоры проживают. Вот, и поэтому, конечно, сообща всегда решать проблемы какие-то легче гораздо. Вот для этого мы и собираемся, чтобы придумать что-то, чтобы вместе, наконец-то, начать работать и взаимодействовать. Участниками форума через культуру к согласию народов стали более 200 человек. Деятелей культуры, литературы и искусства, мастеров декоративно-прикладного искусства, кинематографистов. Своих делегатов прислали Башкортостан, Дагестан, Карелия, Акасия, наши соседи по Приволжскому округу, Киргизия и Республика Молдова. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы заявить, что мы едины с духом преданности своему Отечеству и ценностям дружбы и единства наших народов. Мы едины в своем патриотическом стремлении утвердить величие России, ее граждан и народу. И для этого нам надо быть всегда вместе. Если есть что-то, способное рассказать о народе больше, чем его вышивка, то мы этого не знаем. Даже сказание песни не в состоянии передать национальный код, зашифрованный в древних узорах. Каждый стежок исполнен глубокого смысла. Весь костюм, как мозаика, складывается из множества элементов, и каждый имеет свое значение. Головной вор, сорока называл. Она тоже, смотрите, была со звоном. Почему? Вот этот звон отрукивал нечисть. И так как на задылке у нас некому было оберегать, делаясь вот такие глаза. Это глаза. Глаза. Несмотря на то, что мы ближайшие соседи, мордовская вышивка отличается от чувашской. Хотя кое-какие одинаковые приемы используются. А вот башкирские узоры абсолютно не похожи. Ни на чувашские, ни на морейские, ни на мордовские. Башкирские мастерицы вывязывают цветы на ткани с помощью крючка. Это древняя техника. Вообще-то в конце 20 века она сошла на нет. Уже перестали вышивать. Остались только бабушки старенькие. Вот они нас и научили. Пока они были живы, воспользовались этим моментом, скажем. И вот успели научиться. А теперь сами передаем молодым. Что еще необходимо передать молодым, чтобы связь времен была такой же прочной, как нити народных узоров? У всех свои секреты. Но есть одно условие. Надо быть не просто толерантными, а относиться друг к другу с искренним уважением и интересом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова